Итак, ребята, всем привет! Мы сняли чистую установку Parallel Dextap 18.3.1 на Mac платформы Apple Silicon. А сегодня мы поговорим, как обновить 18.1.1 версию до 18.3.1. То есть, смотрите, у нас есть уже установленная Parallels Dextap, но нам хочет предложить новую версию 18.3.1. У нас стоит уже Windows. Давайте запустим. То есть, вот у нас есть операционка. Совершенно рабочая. То есть, вот. И нам доступна новая версия Parallels. Что мы делаем? Первое, что мы делаем, это мы выключаем виртуальную машину. Windows переустанавливать не придется. Все файлы сохранятся, ничего не удалится. И переходим с вами, как и в прошлом видео, в Recovery. Политику безопасности мы трогать в этом видео не будем. Мы в Recovery просто отключим System Integrity Protection. Поехали в Recovery. Итак, ребята. Мы с вами выключаем Mac. Подождем, пока погаснет клавиатура. Все. И идем с вами в Recovery. Нажимаем на кнопочку Touch ID и держим. Параметры запуска, загрузка, отпускаем. Шифрование диска, так же, как при чистой установке, должно быть отключено. Об этом говорили во всех видео. Поехали. Нажимаем параметры. Нажимаем «Забыли все пароли». И теперь вводим Apple ID и пароль, к которым привязано наше устройство. Аутентификация выполнена успешно. Войти в режим восстановления. Далее мы нажимаем «Утилиты», «Терминал». Я приближу, чтобы было видно. И в терминале мы с вами пишем такую команду. CSR-Util-Disable. Соглашаемся. Отключаем с вами System Integrity Protection. Вводим пароль от нашего компьютера Mac. Ожидаем. System Integrity Protection is off. Вводим еще одну команду. Вводим пароль. От нашей учетной записи и ждем. Все, мы отключили System Integrity Protection. Мы закрываем с вами терминал. И перезагружаем Mac в обычном режиме. После того, как мы отключили System Integrity Protection, мы можем обновить параллель. С включенным SIP работать ничего не будет. Нужно отключить. Но я обращаю ваше внимание во второй раз, что при отсутствии включенного SIP не будут работать iOS, iPadOS приложения на вашем Mac. То есть, это приложение от iPhone, от iPad. Если же они вам не нужны, отключаем SIP, если нужна только параллель. Лучше пользоваться последней версией параллель с Desktop. Поехали обновлять. У нас два варианта с вами. Либо VPN, либо поверх 18.1.1 ставим Offline Installer. У меня есть другой VPN. Давайте в этом видео его попробуем. Подробный обзор этого VPN будет в ролике «Бесплатная программа из App Store». Мы планируем возобновить эту рубрику. Поехали. Вот эти файлы все находятся в Discord. В нашем Discord сообществе. Подписывайтесь на наше Discord сообщество. Забираем параллель. Давайте включим VPN. Называется матрешка. Тут надо авторизоваться. Войти с Apple нажимаем. Используем Touch ID. Входим. И он будет уже с нашим аккаунтом. Нажимаем сюда, в домашней странице. И подключаемся, например, к Франции. И вот, да. Выбираем Швеция, Франция. Выбираем Францию. И нажимаем «Подключиться». Все. VPN подключен. Открываем Parallels. Нам предлагают обновиться. Но у вас может быть такое, что надо будет нажать «О параллельс» и проверить наличие обновлений. И нажимаем «Скачать обновление». Скачивание новой версии. Windows нам не надо переустанавливать, потому что у нас до этого был Windows. 18.3.1 версия. И теперь мы просто с вами завершаем полностью параллельку и применяем патч. Запускаем. Продолжить. Установить. Все. Это мы закрываем и запускаем параллель. Бизнес-версия. Так. И теперь с вами давайте проверим еще раз наличие обновлений. У вас установлена самая новая версия Parallels Desktop. Учетная запись и лицензия. И попробуем запустить Windows. Давайте отключим VPN. И запускаем операционку. Поехали. Пожалуйста. Запустили параллель. Запустили Windows. Так. Надо обновить просто Parallels Tools, потому что версия Parallels новая. Он сразу предложит. Жмем «Перезагрузить». Вот. И все. Все. Обновился Parallels Tools. Так. И вот у нас совершенно рабочие. Windows 11. Пожалуйста. Apple Silicon. Последний билд. Moment 3. И Parallels. Десктоп. Давайте. Откроем. Откроем. Если видео понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. Вступаем в Discord сообщество. Все файлы там. Данный VPN есть в App Store. Спасибо за просмотр. Всем пока. До встречи в новых роликах. Удачного обновления. До встречи в новых роликах. 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 До встречи в новых роликах.